Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмили, мы продолжаем нашу карьеру на максималках. Новое место продолжения нашей карьеры это Ахиас... Ахи... Ахисар Спор. Вот, чтобы правильно все научиться выговаривать, Ахисар Спор это наш новый клуб. Вы сами его выбрали голосованием в группе ВКонтакте. Но если кто еще не вступил в группу, я напоминаю, что она у нас есть. И если у нас будут какие-то переходы, какие-то вопросы по карьере, весь интерактив будет через группу ВК. Поэтому, друзья, очень рекомендую вступить, ссылка под видео есть. Так вот, достаточно солидное преимущество в голосовании было о переходе в Ахисар. Там почти тысяча человек проголосовало и солидное количество людей именно за то, чтобы перейти в Ахисар. Ну, объясню, почему я сам проголосовал за то, чтобы перейти в Ахисар. Потому что здесь больше денег и здесь есть хотя бы какая-то перспектива. Потому что у Ашмян перспектив не было никаких прежде всего из-за денег. Потому что, когда у клуба нет денег, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь улучшить тренировочную базу. Ты не можешь улучшить персонал, который у тебя есть. Ты не можешь дать игрокам зарплату. И, по сути, единственный шанс как-то разбогатеть в Ашминах и вывести их из этой ямы, это то, что появился в клубе какой-то супер прокачанный реген. Которого потом можно было бы продать с пунктиком последующей перепродажи и денежки, которая потом упадет в Ашмян. То есть, если там миллиончик, например, у Ашмян будет, можно будет клуб из говна вытащить. Но в любой другой ситуации очень тяжело. И одно дело, когда у тебя соперники твоего же уровня, как было в первой белорусской лиге. А другое дело, когда у тебя в соперниках Батэ, где какие-то серьезные личности уже играют. Там Торпеда Жодина, Динамо Минск, где какие-то играют люди уровня Лик Чилина. А у тебя, извините, люди с рейтингом 11, если по какому-то скиллу ты уже писаешь кипятком и радуешься. Поэтому Ашмяна, к сожалению, клуб, ну, я думаю, он спасется сам. Потому что все-таки состав-то там не самый плохой теперь. Но мы делаем новый шаг. Хотите приобрести футбол-менеджер дешевле, чем в Стиме? Тогда переходите по ссылке под видео. Ну а промокод SalavatUnited даст вам дополнительную скидку. Фаворитом был Кучука Глу, но предпочли сейчас нас. Ну и теперь SalavatUnited у нас переходит в Ахисар. Ахисар четыре раза проиграл в пяти последних матчах чемпионата. Ахисар это тоже аутсайдер. Потому что нас сюда привели. Ну, сказали, что да, мы боремся за выживание. Наша задача не вылететь. По прогнозу Смит, тем не менее, команда на 13 месте. А в лиге всего, как я понимаю, 18 команд. То есть, в принципе, это состав на уровне середняка. Есть какие-то кубки. Это, ну я точно не знаю, ТФФ суперкубок. Это турецкий прямо суперкубок? Или это какой-то там полутоварищеский турнир? Я думаю, что если есть у нас фанаты Ахисара, люди, которые следили за выступлением, они знают, что и как. Ну вот, турки Купаси выиграл. То есть, видимо, турецкий кубок они выиграли все-таки в 2018 году. Ну, потому что Ахисар более-менее на слуху команда. То есть, это не совсем уж какая-то задница. Хотя у них пригодные тренировочные условия, пригодные условия для подготовки молодежи. Но, правда, минимальная система поиска молодых игроков в этом плане. Конечно, у Ахисара все не очень здорово. Эврен Азбей, это президент клуба. Блин, Эврен у нас в Уфе есть сеть забегаловок таких. Но, не знаю, может он и есть владелец этих забегаловок. Команда играет вот по такой вот схемке. Сейчас мы познакомимся с составом. Ну и мы видим, что за футболисты. Как с ними быть, как с ними жить. Бороться за выживание у нас в этом году. В следующем году задача занять место в верхней половине. Это, конечно, абсолютно гениальные разбросы. Потому что сейчас бороться за выживание. То есть, не сохранение прописки, обратите внимание, да. А борьба за выживание. А второй сезон уже не что-то там адекватное, да. А уже верхняя половина. То есть, а если мы вылетим, то что? Как здесь быть? Не знаю. Ну, я не хочу здесь ознакомливаться ни с чем. Все, в принципе, довольно нормально. Отчет от тренерского штаба мы сейчас получим. Ну и можем переходить в клуб. Переходим в Ахисар. И сейчас, в первую очередь, знакомимся с составом. Состав у нас довольно внушительный. Довольно большой. То есть, прям вот, если так посмотреть. Зачем-то в этом клубе раз, два, три, четыре, пять вратарей. Борис Туркмен. Самый главный вратарь. Ну, я знаю, что это читается как Ше. Бориш. Но Борис Туркмен звучит более угрожающе. Это как какой-то криминальный авторитет. Но, честно сказать, как вратарь, этот Туркмен недалеко ушел от Лайко, того же самого. Он только чуть-чуть лучше играет в воздухе. А в остальном вратарь, честно сказать, так себе. Но, судя по всему, это наш основной вратарь. То есть, лучше у нас никого нет. Авдия Вршаевич. Ну, мы от Теребоньковичей далеко не ушли. Здесь тоже есть свои Теребоньковичи. Но Вршаевич или Врсаевич очень старый. 36 лет! 36! Это какой-то местный Жирков. И только благодаря фантастическим природным данным он еще что-то может. Ну, конечно, его есть смысл. Если бы он умел хотя бы играть в центре поля, есть смысл его там использовать. Потому что на фланге это чудо, ну, оно не жизнеспособно уже. И вы видите, у него 9 матчей. Лидер команды, как назло, Борис Туркмен-то кто там? Борис Туркмен просто авторитет. Ну, там по уже имени понятно, что это реально авторитет. Вот. А этот лидер команды, ну, блин, куда мне такого лидера? Единственное, что у него характер хороший. Его можно использовать как обучение, для обучения молодых. А так уже, конечно, он никуда не годится. Бора Елмаз. Ну, это не Бурак Елмаз. Это Бора Елмаз. Все очень плохо тренируются, кстати. Не знаю, этот человек не основной, слава богу. Это какой-то молодой, даже надежды не подающий товарищ. Хасан Аль-Адигузель. Хасан Али-Адигузель. Вот так его зовут. Ну, Гузель, допустим, у нас в Уфе имя достаточно распространенное. Хасанов меньше, но нормально. Сработаемся мы с этим парнем. 22 года. Хорошо пасует. Ну, скорее, да. Его используют как Митцалу. Немножко ему скорости не достает. Но, в общем и целом, хороший уровень принятия решений. Видение поля слабовато для плеймейкера. Вот в чем проблема. То есть, у него нет отбора. У него нет отбора для какого-то оборонительного, оборонительной роли. Нет видения поля для того, чтобы быть плеймейкером. Но есть дальние удары неплохие. Не хватает скоростенки только для того, чтобы быть Митцалой. А так, в принципе, Митцал, мне кажется, лучшая роль для этого парня. Это наш основной игрок. Правда, он ничем пока не отметился в этом сезоне. Но мы все посмотрим, решим. Давут Акар. Еще хуже вратарь я даже осмотреть не хочу. Очень плохой. Беркай Арслан. Арслан это в переводе означает Лев. Но, честно сказать, Лев это такой достаточно хреновенький защитник. Лев вообще никого пропускать не должен. А он, видите... Ну, у него скиллочки говеные. Честно говоря, я удивлен, что он вообще на замену там даже выходит. По скиллу этот человек... Я думаю, даже у меня в Ашмянах бы играл нерегулярно. А тут уж как-то все совсем плохо. Ну, вот есть более интересные товарищи. Патрик Ачом. Камерунец. У него есть опека, отбор. И, что важно, у него есть пас. Даже более-менее какие-то дальние удары. То есть такой камерунский-ракитский. Но при этом он побыстрее ракитского. И забил даже один гол. Ну, ладно, пусть будет. Будет. Может быть, мы ему применение найдем. Тольга Айдын. Ну, очень даже солидный персонаж. Для такого уровня 18 лет. И такие скиллы. Ну, парень интересный. Правда, за 7 игр одна голевая передача всего. Но я думаю, что если мы научимся его как-то использовать... Ну, у него, да, у него стабильности не хватает. В этом проблема. Заинтересован в переходе в наш клуб. В смысле, так он уже в нашем клубе. Че он, тормоз какой-то заинтересован, понимаешь. Ладно, с Айдыном разберемся. Есть еще вот такой товарищ. 25-летний Мехмет Айтемис. Левоногий. Так, а Айдын у нас... Айдын у нас... Правоногий. То есть Айдын, это прям по схемке из Ашмян. Прям подойдет. Мехмет Айтемис может, в принципе, играть... Ну, может сыграть справа. Правда, со своей левой ногой. Я не знаю. Видимо, надо будет кого-то продавать. Тренировочный рейтинг 4.75. Что он там делает? Шаурму ест прямо на тренировке? Не знаю. Айдын Бак. Вратарь. Ну, этот коротковат, к сожалению. По 100 прыжков всего 9. Очень-очень низкий вратарь. Эрди Бакерчи. Очередной пожилой турок. Ну, скорее не 5 в 33 года. Я не знаю, ребят. Но ФМу надо срочно перерабатывать. Эту систему. Потому что люди здесь скорости теряют. Ну, просто катастрофически. Ну, 33 года. Это еще не такой возраст, что прям там возраст-возраст. Я понимаю, если бы человек там просто калечился. Может быть, он, конечно, калечится. Не знаю. У него раны головы. Но это не связано с возрастом травмы. Поэтому, не знаю. Ну, 5 ускорения. Что это такое-то? Совсем там пешком ходишь, что ли? Садик Баш. Быстрый, техничный, с дриблингом. Но навешивать более-менее, наверное, сможет. Один гол забил. Понятно. Бертук Бояр. Неплохой нападающий по характеристикам. То есть, у него, в принципе, только все есть. Только скорости нет. Но он высокий. На него можно навешивать. Так что... Один матч в основе. 9 выходных взамен. 2 гола. Неплохо. Ну, это такой таргетмен прям. Хасанальп Биркен. Ну, это что-то совсем непонятное. Ахмед Ерен. Левый защитник с... с... навесами 13. Ну, не знаю. Средненький парень. Вот это интересный. Левша. Анур Эриш. Ну... Но видение поля есть 13. Принятие решения, правда, маленькое. То есть, плеймейкером его не поставишь. Крайний полузащитник он. Ну, надо думать. В общем, над схемой. Где кого как использовать. Фуракан Сагман. Немец. Молодой. Ну, фуркан. Это традиционное немецкое имя. Все прекрасно знаете. Не очень быстрый. Ну, такой опорничек без паса. Ну, в целом, я думаю, на первых парах пойдет. К тому же молодой должен развиться. Еще один фуркан. Фуркан Тютюнчу. Тютюнчу. Такое трудно произносимое имя. Ну, вернее, не имя, а фамилия. Тоже ничего особенного. Ну, блин, много одноплановых футболистов и все плохие. Али Гетчмен. Ну, похож на Харри Магуайра чем-то. Но скоростью не похожа. Это главное. Обе ноги. Ну, нападающий из него посредственный. Завершение атаки 7. Самообладание 7. Координация 7. Интуиция 7. Ну, что, типа, 4 семерки на удачу. Игра без мяча 8. Ну, нападающий это реально ужасный. Ну, дриблинг есть. Техника есть. Скорость есть. Это, конечно, все-таки на правом фланге можно использовать. Да и на левом. Обе ноги под любую схему подойдет. В этом плане он, конечно, хороший. Хасан Гумилю. Плоховатый тоже парень. Кстати, Гатчмен выходит со скамейки. Ну, не очень хороший. Хасан Гумилю. Ну, тоже вот это... Что? Ну, хотя бы, ладно, отбирать умеет. Ну, в остальном, такое себе. Ирфан Хаджич. Еще один боснец. 9 игр. 1 гол, 1 пас. Основной нападающий, по всей видимости. Ну, тоже высокий. Я думаю, что в этой команде надо с таргетменом попробовать как-то играть. Чтобы что-то как-то доставлять мяч вперед. Потому что с теми игроками, которые есть. Ну, есть вот высокие парни. И надо этих высоких парней, мне кажется, использовать просто по максимуму. Огускан Кисгин. Ну, такое. Самикан Кискин. Вот это, видимо, основной игрок. Нет, тоже не основной. Выходы на замену у него в основном. Но игрок-то неплохой, кстати. И в видении поля есть и пасы, и дальние удары, принятие решений. Не очень быстрый, опять-таки. Но, в целом, я думаю, вот с ним можно какую-то кашу сварить. Мерт Кула. Центральный защитник. 27 лет. Сам расцветил. Смотрите. 10 игр. Оценка 6.97. Ну, вот этот парень, наверное, хорош. Наверное, хорош. Хорошо играет в важных матчах. Спокойный, уравновешенный. Ну, пожалуй, что это наш лидер обороны. Мерт Кула. Прям прикольно, что есть хороший ЦЗ. Это уже полдела. Эммануэль Лапьер. Француз. Ну, опять-таки. У меня в Ашмянах были примерно вот такие ребята. Это левый защитник. С правой ногой. Потрясающе. Не умеет играть. Он на правом фланге. Умеет играть на левом. Ну, в общем, говна набрали в эту команду. Леви Мадинда. Ну, лидер, я думаю, это команды. Высокоавторитетный игрок. Ну, меня, видите, там все гнобят пока. Не считают меня нормальным человеком. Ну, как бы, судя по их положению в таблице, у них-то там все тоже не очень хорошо. Ну, вот по позиции он может сыграть как в центре, так и выше. Ну, я не думаю, что я буду играть с ЦАПом в слабой команде. С одной стороны. С другой стороны, соблазн такой есть. Но, опять-таки, если играть с таргетменом, то нужен теневой нападающий. А, то есть, вообще просто человек, который умеет забивать. У леви Мадинды нет ни дальних ударов, ни завершения атаки на каком-то более-менее приличном уровне. Это просто распасовщик. Да, он там может пас отдать. Ну, может, забьет, конечно. Но, в целом, не очень. Он любит играть в стенку. То есть, это такой прям плеймейкер-плеймейкер. Но, благодаря скорости, он может, опять же, исполнять роль Мицалы. Он может исполнять роль Мицалы. И, я думаю, эту роль он от меня получит. Мусани Зам. 32-летний турок. Центральный защитник, который может сыграть на левом фланге. Это полезный скилл. Более того, он умеет даже навешивать с этого левого фланга. Не очень хорош в дриблинге. Но, в целом, мне кажется, это хороший футболист. 6 минусов у него. Но, недостаток хладнокровия. Но, что он стабильный и хорошо играет в ключевых матчах. Поэтому, Мусани Зам, мне кажется, с природными данными, 14. Вполне неплохой игрок. Но, они все пока плохо тренируются. Я там еще тренерским штабом займусь. А вот вратарь. Зюль Кюф Озер. Наверное, это будет наш основной вратарь. Хотя, отыграл на оценку 6-10. Не знаю, не уверен, что он будет основной. Выбор позиции 9. Часто отбивает кулаками. Но, тут, в общем, чистка состава нужна конкретная. Эрдал Остюрк. Еще один немец. Наверное, в Берлине родился. О, в Берлине родился. Конечно. Конечно. Коренной немец. Я же говорю. Опорный полузащитник. Но, опять же, у него нет никаких других навыков, кроме как отбор. То есть, ставить его в центр полузащиты уже вот на какую роль? Не только разрушителя. Так-то, ну, это опорник. Это опорник. Основной опорник. Который, кстати, голевые передачи выдает. Хотя, у него скиллов для этого не так много. Но, он работоспособный. Работяга. Таких мы любим. Берат Пинар. Очень странный игрок по позициям. То есть, человек умеет играть прирожденно левого защитника. И прирожденно крайнего правого защитника. Но, крайнего, вот, допустим, крайнего левого защитника не может вообще. Правого защитника не может вообще. А тут прям царь. Ну, вот как это возможно? Это причем не регент такой родился кривой. А это изначально такой игрок. То есть, его так отресерчили. Абсолютнейшие молодцы. Ресерчеры, которые занимались этим футболистом. Ну, блин, если человек умеет играть здесь, он 100% умеет играть здесь. Если человек умеет играть здесь, 100% он умеет играть здесь. Ну, в чем разница? Это здесь играть или здесь? Эти обе позиции по функционалу ему знакомы. Ну, да, он может быть не на ярко-зеленый там играть будет. Но, явно, не на красный. Бесит это в ФМе, конечно. Анил Таждемир. Он даже состав не пробивается. Супер-пасер, супер-плеймейкер. Ну, такой старый. Ужас. Ветеран еще и сдержанный. Не-не-не. Такого нам не надо. У него уже физики просто... Он даже в Ашмянах. Я вам говорю, его затопчет там. Потому что я не говорю про турецкий чемпионат. Мне кажется, он еще более жесткий. Сейчас я подумаю, что нам сделать с тактикой. Ну, прежде чем делать тактику, я все-таки посмотрю именно выступление команды. Она никому крупно не проигрывает. То есть, 2-0 и 1-3 самое крупное поражение. Но ситуация прямо Ашмяновская. Команда не выигрывает вообще. То есть, одни ничейки или пораженьки. Здесь справедливая победа соперников. Ну, то есть, видите, не хватает... Не хватает... XG. Мне писали под прошлым видео, типа, да ты достал с этим XG, 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 XG. Но мне очень важно всегда смотреть, как команда играет. То есть, насколько она играет в атаку. Вот с Бураспором матч интересный. Ахисар тоже Бураспору проиграл. Вот. У Ахисара Хаджич там забил на первой минуте. А дальше пропустили они. Ну, оборонялись, может быть. Можно как-то это оправдать. Вот Алтынарду. Тоже проиграли по XG. То есть, если ашмяны, они по XG-то выигрывали, то эти, ну, прям все матчи... Ну, вот здесь на 0,02 превзошли соперника по XG. Но это ничейный матч. В принципе, он так и закончился. Это была игра с Балыкеспором. Но Балыкеспор, по всей видимости... Да нет. Это, кстати, фаворит. Ну, Ахиаспор 3 очка. Турнир таблиц полная жопа. То есть, не вылететь. Это надо побеждать. Ну, похоже на ашмяны ситуацию. Похоже. Тут вопросов нет. Ну, давайте посмотрим дальше. Просто неинтересно. Во всех ли матчах. Ну, вот здесь вот Ахисар превзошел соперника. Но, видать, удаление спутало карты. Не сказать, что Ахисар безнадежен. Тринадцатое место по ожидаемым голам. То есть, в принципе, они моменты создают. Но не так, как Ашмян. То есть, у Ашмян было там вообще плохо. То есть, они на четвертом месте в Белорусской лиге по ожидаемым голам. Но при этом забили совсем мало. А вот здесь, похоже, ситуация у команды Сакари Аспор. Они, видите, на пятнадцатом месте идут. При том, что ожидаемые голы у них 20. А тут, видите, первое место, второе, шестое. То есть, с верхней части таблицы. Ну, а хуже всех у 24 Эрзенспор. Хуже всех. Ну, и также есть показатели здесь ожидаемые голы соперника. Здесь Ахи Аспор в серединке. То есть, что тут можно сказать? Можно сказать следующее. Наша команда, в принципе, умеет созидать. И достаточно надежно играет в обороне. То, что она находится внизу, это говорит лишь о том, что, ну, видимо, тактика была какая-то неверная и неправильная. И мы попробуем тактику нашу создать, как-то адаптировать под турецкий чемпионат и под Ахи Аспор. Итак, по тактике я принял решение делать тактику с таргетменом. Как мы уже говорили. Ну, и, собственно, таргетмен у нас есть. Метр девяносто три. Бертук Бояр. Который по логике должен затаскивать, вытаскивать. И псовать на инсайдов. Анура и Мехмета. Ну, и вот я тут, конечно, переживаю. Не будет ли Митсала мешать инсайду. Поэтому здесь, возможно, имеет смысл использовать бокс-то бокса, а не Митсалу. Но это мы будем смотреть в матчах. Может быть, они как раз там создадут какую-то зону контроля. Все-таки я решил с плеймейкера взять. Чистого опорника поставить. Просто защитников, чтобы они ничего не придумывали. Здесь такой оборонительный треугольник. Защитники не очень быстрые, мобильные. Поэтому КЗ использовать здесь я не очень хочу. Потому что, ну, для этого нужно купить хороших игроков на край. Пока у нас таких нет, ну, не можешь, как говорится, не мучай. Поэтому мы этого делать не будем. Но я отдельное внимание уделю сейчас угловым. Кое-что хочу протестировать. При подаче с левого фланга мы будем подавать на левого центрального защитника. При подаче с правого фланга мы будем подавать на ближнюю штангу на нашего таргетмена. И вот мне интересно, что здесь первостепеннее. Потому что наш таргетмен, он не очень быстрый. То есть, может не успеть. С другой стороны, метр девяносто три рост. Выста прыжка 15. То есть, был лучше, чем у центральных защитников. Поэтому мне вот и интересно, что здесь сыграет большую роль. И завершает атаку он лучше. Поэтому вот я буду обращать внимание, если угловой с правого фланга будет лететь, как здесь будет себя вести наш таргетмен, кто будет вообще чаще забивать при этих розыгрышах. Потому что играя с таргетменом, ну, вот есть преимущество, есть кому играть на стандартах. Раз есть таргетмен, значит, собственно, и играть на стандартах можно. Максимум четыре игрока в основе. Максимум один игрок, а минимум один игрок младше 22 лет. Ну, хотя бы не такие правила, как, блин, в Беларуси, где до 20 лет. Максимум три иностранных игроков в возрасте 21 года. Ну, хотя бы не 20 лет. Ну, игроки до 20. Максимум пять иностранных игроков. Четыре на поле. Ну, и не более. Так, молодежных игроков у нас нет. Не менее одного национального вратаря. Ну, это, кстати, вот в России осуществимо такой. Такой пункт. Ну, и будем думать, какие позиции заодно усилить. Ну, с тренировками в клубе, понятное дело, совсем беда. Тут мне придется назначить себя на все роли. Потому что, иначе, ну, команда вообще никуда не поедет и не потянет. Физуха. Ну, хоть как-то будет тренироваться. Тренер вратарей есть. Парирование ударов, игра руками. Ну, блин, тренируй оба направления. Ты же тренер вратарей. Ассистент менеджера. Будет тренировать. Ну, что он у нас? Тактику. Тактику. Ну, честно говоря, очень плохой персонал. Я думаю, мы сейчас займемся поиском более-менее адекватного тренера. Какого-то тренера, ну, чтобы хоть что-то тренировалось. Потому что пока в клубе реально все очень и очень плохо. Если говорить о нашем тренере, то за время в Ашмянах удалось получить континентальную лицензию B. Но следующую лицензию мне Ашмяны оплачивать отказались. Типа нет денег и все такое. Здесь у нас 543 тысячи на балансе. Но пока просить курс нельзя. Почему? Потому что, если мы сейчас попросим, у нас будут проблемы с тренировками. Нас не отпустят просто тренироваться. И поэтому нам нужно будет сейчас нанять тренера еще одного. И каким-то вот макаром из этой проблемной ситуации выходить. Представляем себя команде. Хочу лично представиться. Вот ребята обрадовались. Так, по поводу усиления. Я думаю, что нам надо усилить, в первую очередь, защитную линию в команде. Ну и думаю, что этого нам хватит. Так, я думаю, что под руководством прошлого тренера дела шли плохо. Поэтому не буду судить вас за результаты. Поэтому хочу, чтобы в конце сезона вам не было стыдно за свою игру. Все, ребята, довольны. Именно такой реакции я и ждал. Покажем в Кубке Турции себя. Именно такой реакции я и ждал. Кодекс правил нормальный. Ну и, собственно, ребят взбодрили. Мы при нашей первой встрече. Хоть как-то доверие к менеджеру, ну, может быть, повысится. Потому что пока вы видите, что нас, игроки, не могут смириться с моим недостатком опыта. Вот такие вот здесь дядьки собрались. Дедовщину устроили молодому тренеру. Мы будем скучать, конечно, по Илье Морозу. Потому что это был великий журналист. Но здесь у нас свои есть Морозы. Атмосфера на пресс-конференции очень негативная. Представляете, что они негативят? Итак, первый вопрос. Расскажите нам, что для вас значит стать менеджером клуба Ахиаспор. Давайте улыбнемся и скажем, что это большая честь и ответственность. Покидая прежнее место работы, вы расстроили большое число болельщиков Ашмиан. Вы жалеете об этом? Ну, я скажу так, что, конечно, жалею. Но болельщики понимают причины, по которым я ушел. Вы показали себя специалистам, у которых есть свой отличительный рисунок игры. Подойдет ли ваш стиль новой команде? Ну, я скажу так, что у каждого игрока есть сильные и слабые стороны. Я собираюсь сделать систему. Причем все меня ненавидят здесь. Руководство считает вас самым претендентом на вакансию. Уверен, что вы просто идеальный кандидат. А что вы, собственно, можете предложить? Я планирую настроить ребят на работу. Вы совершенно не знаете турецкий. Тем не менее, согласитесь возглавить команду. Не станет ли языковой барьер препятствием в вашей работе? Так. Что? Говорите помедленнее. Вы рады своим перспективам поработать в Турции? Рад. Ахиаспор определенно имеет большие амбиции. Приглашение вас будет последним. Ага, большие амбиции он имеет. Чего же он в жопу-то залез со своими большими-то амбициями? Амбиции, что ли, оказались слишком большие? Горжусь, что мне дали здесь поработать. Перед матчем против команды Анкара Кичу Шагуч... Кичу Рен Гучу. Простите, пожалуйста, могу ошибаться. Не хочу показаться неуважительным к этой команде. У вас практически не было времени на подготовку. Как может сказаться? Мне досталась профессиональная команда. Уже приняли решение? Сначала хочу освоиться. Всем спасибо. Отношения не изменились. А что они нас терпеть-то не могут? Я только пришел, они сразу такие... Мы тебя ненавидим. Что вы делаете, ребята? Почему вы такие злые? Перед игрой я расскажу про особенности тактики. Больше вертикальных передач. То есть максимально прямолинейно. Играем кратчайшим маршрутом. Темп игры довольно высокий. Навешиваем с любой позиции. Более дисциплинированно играем. Зарабатываем стандарты. Естественно, у нас там таргетмен. Прихвачен мяч, контратакуем. Когда мяч потерян, перегруппироваться. Выносить мяч на таргетмена. Вводить дальним ударом. Ниже линии активного отбора. Ниже защитная линия. Но я здесь буду смотреть. Интенсивность прессинга стандартная. Но играем довольно агрессивно. Ширина защиты активно прессинговать по флангам. Может быть я что-то поменяю. Но пока я остановился на такой системе. Не уверен. Конечно, не уверен, что она сработает. Но хочется в это верить. Итак, имена соперникам нам ни о чем не говорят. Так что давайте. Пришло время прервать черную полосу. Ребята меня даже не выслушали. Первый матч для меня это особый день. С нетерпением жду. И надеюсь, что мы с уверенно и с куражом проведем матч. Классный стадион. Но после того, что у нас было. Конечно, супер. Итак, Борис наш. Выбил не туда. То есть я ему говорю, выбивай на таргетмена. Он выбил на фланг. Ну, Борис гений, что тут скажешь. Но вот вынос какой-то пошел. Опять не на таргетмена. Но, ребят, у вас есть таргетмен? Ну, выбивайте на него. И ужасные крайние защитники. Это, конечно, провалище. Но реально крайний защитник. Очень плохой. Берат там. Или кто это? Берат был. Левый защитник. Сейчас я ему с бровки прям выкрикнул. Отругаю. Что так нельзя играть в обороне. Доду просто и легко открывает счет в этом матче. Первым же ударом соперники выходят вперед. Схема у них, конечно, очень атакующая. Три форварда. Но у нас, вы видите, пока в этом матче мало что получается. Надо все-таки адаптироваться как-то к турецкому чемпионату. Ведь здесь... Ну, к нам так... Такой недружелюбный прием. К русским туристам здесь лучше относятся, чем к русским тренерам. Вот, пожалуйста, вынос на таргетмена. Сработал. Чувак принял мяч. Обработал. Но побил не точно. Бурак Айдын. Передача вперед. Здесь у нас... Заброс в штрафную. Дуду. Ну, Борис. На месте. Борис Туркмен. Это наша новая стена. Выбил Туркмен мяч. На! Отлично! Выбил! И решай! Ну, что ты будешь делать, проклятие Ашмиан? Да блин! Все идеально сделано. Ну, иди забей. Ну, куда ты в штангу лупишь? Обидно. Обидно. По их сжиму мы превосходим соперника уже. Опять-таки. Я недоволен тем, что сегодня увидел. Но игра-то есть. То есть, в принципе, то, что я настраиваю, оно работает. Проблема в том, что, опять же, моменты не реализуются. Ну, один момент был прям хороший. Все остальное я согласен. Не прямо топ-момент, но все-таки обидно. Атакуют соперники. Бурак Айдын. Так, заброс пошел вперед. Мустафа Пикер. Прострел. И, блин, ну все стоят! Сколько ударов! Жесть! Полная жесть! Сейчас они по xg нас просто превзошли. Так, играем больше в атаку. Схема. Ну, выше прессинг со стандартной защитной линией. Ну, здесь тоже, в принципе, оставим стандартно. Так. Ну, вот этим товарищам надо как-то... Надо их как-то просить еще чаще идти вперед, что ли. Потому что... Вот он есть, но вперед не идет. С позиции можно смещаться, конечно. Так. Попробуем. Может быть, это что-то изменит. Но нам надо идти атаковать. Сейчас, если мы будем сидеть обороняться, это будет не очень хорошо. Так. По заменам. Очень плохо играет Фукан Сайман. Центральный защитник устал. Мерт Кула. Варшаевич еле ходит уже просто. Так. Давайте думать. Вместо Фуркана. Единственный игрок Хасан Гомулу может сыграть. Но есть... Хасан Али не умеет отбирать мячи. Хасан Гомулу. Ну, Хасан Гомулу только и умеет что-то мячи отбирать. Ну, вариантов-то у нас других нет. Хасан так Хасан. Бират Мусунизама выпустим на фланг. Так. Варшаевича не на кого поменять. Впереди у нас вот Мехмет Айтемис. Есть Али Гочман. Агурсан Кизгин. Тальга Айдин. Так. У тебя правая нога. Отлично. Так. Гочмен. Обе ноги. Ну, мы вот Айдына выпустим. Он нам здесь нужен. Жизнь необходим. Попробуем. Получится ли. Ну, сейчас надо приободрить, ребят. Борис Туркмен вывел. Бертук борьбу проиграл. Тальга. Паст тонкий. Хасан Али. Анур. Ну, не смог запрессинговать. Анур. А здесь молодец. Варшаевич. О чем перевод. Нормально. Мяч держится. Замены повлияли на игру. Ну, вот этот перевод. Ну, куда ты переводишь? Куда? Ну, там же нельзя так медленно делать. Просто жесть полная. Ну, я не знаю. Как так? Как так люди в футбол играют? Ну, а с Ахисаром мы намучаемся, я полагаю. Потому что без предсезонки сразу вкатываетесь. Сразу что-то придумываете. Сразу как-то пытаетесь. Ну, попытаемся. Попытаемся. Поэтому это и есть карьера на максималках. Это вам не тренировать там сразу какой-нибудь топ-клуб. Долга. Ну, зачем? Ну, что ты делаешь, дорогой? Ну, ты не можешь, что ли, пофинтить как-то? Ну, или уж тогда бей сразу, когда к тебе защитник еще не подбежал? Нет, он, главное, ждет, когда к нему подбежит соперник и потом лупит в него. Что за футбольный интеллект? Просто феномен какой-то антиинтеллектуальный. Муса на Хасана. Хасан на Мусу. Заброс пошел. Бертук. Ну, розыгрыш есть. Толга. Хасан. И угловой будет. Угловой для нас шанс. У нас же есть там таргетмены. И есть суперсхемка, по которой мы подаем Анур. Ну, куда ты? Проиграл вверх. Еще один заброс. Толга. Только не офсайд. Офсайд. Ну, зачем ты стоишь в офсайде? Блин, у меня точно все сгорит. Подача. Ну, и здесь вратарь вылавливает этот мяч. На концовочке поприжали мы соперника. Поприжали. Но, как вы видите, я думаю, нам это в этом матче не поможет. Скорее всего, сейчас уже прозвучит финальный свисток. Время переиграли. Ну, по крайней мере, вот сейчас прозвучит уже, наверное. Нет, еще не звучит. Ну, вот все. Прозвучал. 0.1. Поражение. Поражение, при том, что мы, правда, в концовочке так... Смотрите, вот... Здесь у нас прям по графику XG 0.69 на 0.7. Здесь 0.69 на 1.21. Где логика? Я не знаю, почему так. Ну, вот... В принципе-то в концовке игра выровнялась. Но... Че нам про концовку говорить? У нас был шанс, было попадание в штангу. Забей там. И, пожалуйста, игра бы совсем по-другому сложилась. Вероятно, вы планировали другой старт сезона. Сильно расстроены. Я и мои игроки раздосадованы этим поражением. Сегодня вы проиграли, и Леви Мандинда так и не вышел на замену. Почему так произошло? Игроки стартового состава должны были изменить ход матча. Ну, и мы по-прежнему, конечно же, в заднице, из которой нам надо будет как-то выбираться. Потому что здесь отрыв просто от этой зоны. Он очень большой. Но у меня есть опыт. У меня есть опыт выбирания из таких вот ситуаций. Так что нормально. А у нас был еще день болельщика. Но правление расстроено, что день болельщика не сработал. Давайте пойдем на пресс-конференцию. Тут атмосфера крайне негативная, как обычно. Все на негативе, пацаны. Вы недавно знали, что клуб сегодня проиграли команде, которая руководит более опытный Илькер Пурен. Что? Причем здесь Пурен? Ну, у них состав, блин, лучше. Наверняка. Я думаю, что... Так... Ну, я скажу, чтобы я не думал об этом. Вы разочарованы сегодняшним поражением. Не нанесли ни одного удара в створ. Сегодня появилась уверенность, что мы движемся в правильном направлении. Нет. Так, нельзя говорить. Нужно отдать должное, что они хорошо сыграли в обороне. Можно ли сказать, что у вас складываются отношения? Не знаю. Я вообще не знаю, кто это. Я пришел. Так. У вас отличные отношения с представлением... А, ну, то есть в Турции так принято. Это отличные отношения. То, что тебя все ненавидят. Жене говорят, а вот и все. А вот и все. Это просто любовь такая по-турецки. Я просто не осознал, не понял. Ну, понятно. Ладно. Мы дальше. Каковы наши действия? Как мы будем спасаться? Какой план? План? Дорабатывать эту схему. Наигрывать как-то игроков. То есть, возможно, возможно, я этому вот фуркану все-таки дам играть оттянутого плеймейкера, например. Не знаю. Потому что, в принципе, он с этой ролью справится. Может быть, мне нужно будет здесь вот бокс-то бокса. Вот здесь бокс-то бокса. А здесь оттянутого плеймейкера. Возможно, так. Ну, то есть, более бегущий сделать этот состав. Помощь Бертугу впереди. И Бертуга, может быть, сделать в поддержке, а не в атаке. Чтобы он так далеко не высовывался. Чтобы ему успевали помогать инсайды. А вот инсайдов мы как раз-таки в атаку пошлем. Чтобы они были рядом. Ну, вот так я модернизировал эту схему. Буду сейчас еще индивидуально по ролям там людей обучать. Но это все будет уже в следующих сериях. Наверное, я даже не знаю, когда я вам что-то там покажу. Но в ближайшее время буду наигрывать схему. Надеюсь, что серия вам понравилась. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх. Оформлять подписку на канал. Ну, и следить за обновлениями. Они будут и в группе ВКонтакте, и на Твиче. Не пропускайте стримы. Всех еще раз благодарю. Спасибо за просмотр. Удачи. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok